Муфтию Дагестана вручили орден славы и чести. Соответствующий указ подписал патриарх Кирилл. Это одна из высших наград Русской Православной Церкви. Ее представители прибыли в республику, чтобы лично передать орден духовному лидеру Дагестана. Награждение состоялось в Министерстве по национальной политике и делам религии республики. Помимо этого, гости из Москвы посетили духовный центр имени пророка Иссы. Подробности встречи у Хамза Нурмагамедова. Почетных гостей представители муфтията встретили в Махачкалинском аэропорту. Затем они направились в духовный центр. Им показали уже строящиеся здания. Это и великолепная мечеть, муфтият, благотворительный фонд и другие объекты. А с помощью экрана детально рассказали, что будет входить в грандиозный проект. 70% всей территории будет занимать зеленая зона. Представители Русской Православной Церкви внесли свой вклад в это доброе дело. Посадили магнолию. Планируется не только как духовный центр и центр нашей жизни. Это молитва, обращение к Богу. Но здесь планируется, что это место станет местом притяжения, местом собрания всех людей, которые будут желать здесь проводить свободное время в красивом обрамлении. Это очень здорово. Мы хорошо понимаем значение муфтията Дагестана, самой республики, в палитре российского ислама. И нам кажется, что и остальные со временем поймут, что все-таки это значит. Что, собственно, центр ислама-то все-таки здесь российский находится. Потому что без Дагестана невозможно помыслить российскую ум. Далее состоялось то, для чего они, собственно, и приехали. От имени патриарха Кирилла духовному лидеру мусульман Дагестана вручили орден славы и чести. Это высшая награда Русской Православной Церкви. Его достоились такие личности, как Владимир Путин, Диего Каста, Назарбаев и другие. Награждение проходило Министерство по национальной политике и делам религии республики. Я много слышал таких выражений, что, знаете, есть там российские муфтии, еще там муфтии. А я знаю, что самый главный муфтия в Дагестане. Потому что, от вашего мнения, ваш пример, он имеет большое громадное влияние не только на мусульман с всей страны, но и на православных тоже. Мы действительно ценим вашу позицию. Я полагаю, что муфтия Дагестана стал, в общем-то, ключевой силой, которая не позволила Дагестан превратить в Афганистан. Вы скромный человек, и ваши сподвижники очень скромные люди. Но мы знаем, кто действительно основной внес вклад. Особенно радостно, что награды нашли того человека, который всегда был напередавлен. И 20 лет назад в первых рядах, и потом, когда убивали ваших сподвижников. И радостно, что и президент России отметил ваши заслуги. Муфтия поблагодарил за оказанную честь и высокую оценку его скромным, как он выразился, заслугам. Шех добавил, что добрые отношения к представителям другой религии было заложено еще пророком Мухаммадом. Мир ему и благословение. Со временем пророка Мир ему, когда у него были такие очень тяжелые, невозможные, которые невозможно перенести такие тяжелые дни, он своих сподвижников, самых близких людей, можно сказать, членов своей семьи отправили за помощью царю христианину. Именно там они получили полную поддержку, помощь, приютили их. Это не все. И тогда с этой стороны, со стороны мигранцев, туда пошли люди, их просить, требовать обратно. Кое-что даже когда предлагали, тот царь христианин им ответил, даже за горы золота мы их не даем. И полностью их обеспечили безопасностью. Начало этих отношений оттуда. И то, что патриарх Кирилл оценил, я не могу сказать, мой, оценил наш скромный труд, так высоко наградил, это, я думаю, от этого царя он тоже получил наследство любви к мусульманам. И от пророка, наверное, я тоже получил любое отношение к православным христианам. За что я благодарен Всевышнему. Стороны намерены в дальнейшем тесно сотрудничать во благо общества. А завершилась встреча коллективным фото на память.